Стеклянная фантазия. Выставка под таким названием открылась в головном здании Тверского государственного объединенного музея. Посетители могут увидеть работы мастеров крупнейших заводов нашей страны. Некоторые экспонаты просто уникальны. Чем именно узнавал Роман Быков. Это всего лишь малая часть из фондов Тверского государственного объединенного музея, который располагает достаточно крупным собранием стекла. Оно и неудивительно. Ведь в регионе в разное время работало немало производств, имевших всероссийскую известность. Некоторые были основаны еще до революции. Завод «Красный май» — это один из самых старых заводов России. Он был основан еще в 1858 году как химический. Потом купец второй гильдии Андрей Васильевич Болотин купил этот завод, перепроферил его. И в 1873 году уже заработали первые печи. Красномайцы применяли в производстве различные техники. Изготавливали стекло самых разнообразных оттенков. Особенно прославились сульфидным, который называли русским чудом. На выставке представлены как авторские произведения декоративно-прикладного искусства, так и образцы массового производства. Посетитель сможет увидеть работы художников Маршумовых, Эверт, Хролова и многих других. При изготовлении некоторых использовались уникальные технологии. Яркий пример — вот эта ваза «Сокольники» Любови Савильевой. Если мы будем обходить эту вазу вокруг, мы увидим пространство. В то время на заводе были такие печи, которые назывались «кукушка». Мастера потом вырезали в этой печи квадратик, и потом мастера стали вдувать. Ну и после изготовления печи снова заварили, и никогда техника больше не повторялась. Все эти авторские работы художников, а также массовая продукция, многократно демонстрировались на всесоюзных международных выставках и ярмарках. Они отмечены многими наградами и дипломами, в том числе бронзовую медаль у выставки «Экспо-58» в Брюсселе. Продолжение следует...